Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами продолжаем нашу рубрику Народные праздники, приметы и традиции Сегодня 7 июня Сегодня день Троицы Праздник Святой Троицы Или Пятидесятницы Это день рождения Церкви На Троицу все православные храмы Убраны изумрудной зеленью, травами Ветками берез и цветами В этот день христиане вспоминают Сошествие Святого Духа на апостолов Которое произошло спустя 50 дней После воскресения Христова Пятидесятница отмечается на 50-й день после Пасхи Не потому, что христиане просто приняли Ветхозаветный праздник Это соответствует новозаветной истории Именно спустя 50 дней После воскресения Иисуса Христа Святой Дух сошел на апостолов День Троицы всегда отмечался Отмечался с большим размахом И всегда этот день приходился на воскресенье На Троицу православных храмах Совершается одна из самых красивых служб в году Церкви полны летней зелени Люди приносят полевые травы Ветки берез, цветы Пол храма ослана свежескошенной травой Запах ее мешает с ароматом ладана Цвет облачения священнослужителей Обычно зеленый Пятидесятница – это день рождения Церкви Христовой Господь объединяет вокруг себя всех верующих людей Тех, кто желает следовать Ему Жить по Его заповедям Побеждать Его смертью свою смерть На Троицу традиционно крошали храмы Ветвем берез и травой Эта обыча имеет несколько объяснений Во-первых, березы могут напоминать о дубере Мамрия, где был дуб, под которым Господь, Святая Троица И в виде трех ангелов явился Аврааму Она изображается на иконах На иконах Троицы Первый, кто написал в России икону Святой Троицы по иконографии Это был Андрей Рублев В Сергиевом Посаде есть иконописные мастерские Которые до сих пор работают в этой технике И в этой иконографии Традиционно Но так повелось на Руси Что многие христианские праздники Наложились на языческие праздники И обряды, которые были у славян задолго до крещения Поэтому в памяти людей Остались приметы О которых мы знаем И сегодня Самой известной до Святой Троицы Нельзя купаться Примета Наши предки считали, что при купании Их могут утащить русалки Этому есть вполне логическое объяснение Потому что в реках, в реках вода еще, конечно, холодная Еще одна примета связана с погодой Святая Троица была календарным рубежом Между весной и летом Поэтому от погоды в этот день Зависело все дальнейшее лето Что обычно было крайне важно для пассивов И хорошего рожая Если на Троице прошел дождь То значит, лето будет теплым и с дождями Если прошла гроза, будет хорошая Сенокоса А если на улице жара Лето может быть засушливым Ко дню Святой Троицы Нужно было всегда наводить чистоту дома Квартире И в праздник не заниматься никакой физическим трудом И домашней работой В этот день в народе собирали росу Использовали ее как сильнодействующее лекарство От недугов и для посева семян овощей А если поставленные для украшения Ведочки березы Стояли три дня Еще свежими То ожидаем мокрого сенокоса На Троице было принято ходить в лес И слушать кукушку Сколько раз она прокукует Столько лет девицы в доме отца томится Были и любимые поговорки Которые остались и сейчас Бог любит Троицу Без Троица дом не строится Ну а девичья самая любимая была Плыви мой веночек на тот бережок Кто поймает венок Тот будя для меня женишок Спасибо за внимание Всего вам доброго До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok